День добрый! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем изучать такой замечательный ресурс, как Pator.com. В прошлом видео мы с вами поговорили о возможностях создания изображений для социальных сетей. Сейчас мы поговорим немножечко о тех возможностях, которые он нам представляет для работы с любой фотографией, с любым изображением, которое мы можем загрузить и которое мы можем оформить так, как нам необходимо. Для этого мы заходим вот в этот раздел, он называется Edit или Redactor. И попадаем в рабочий стол этого редактора. У нас сразу идет подсказка, что нам нужно загрузить изображение. Открываем. И в данном случае я могу загрузить его из Facebook, из Dropbox, с Picasso, с интернета. Я загружаю его с компьютера. Беру ту же самую девушку, с которой мы работали в прошлый раз, и вижу, что мне здесь предоставляется. Ну, во-первых, мне сразу дается информация о том, какого размера данная фотография, вот здесь на нижней панели. Дальше я начинаю работать с этой фотографией. Начинаю я с размера фотографии. Обратите внимание, что с левой стороны на панели тоже есть определенные значки. В данном случае мы с вами начинаем редакцию, базовые изменения с вашей фотографией. Итак, вот этот карандашик у нас с вами активен. Мы заходим вот сюда. Здесь мы с вами можем получить сетку нашей фотографии. И этой сеткой фотографии мы можем изменить внешний размер фотографии. У нас есть возможность сделать свободным размер. В данном случае, нажимая вот на эту кнопку, мы с вами возвращаемся к оригинальному размеру. А вот здесь мы можем с вами выбрать уже заготовленные размеры для работы. Ну, например, вот если я нажму вот на эту ссылку, то я получу размер, который необходим для обложки страницы в Фейсбуке. То есть вы загружаете сюда какое-то большое изображение и потом можете вырезать, передвигая вот эту планку. Вы выбираете просто тот область, который вам нужна и получаете тот размер, который вам необходим. Я выбираю, возвращаюсь к стандартному размеру, к оригиналу. Вот он, оригинал у меня появился. Ну, и здесь я могу выбрать, например, если я буду работать, ну, вот, пожалуйста, с посткарт. Видите, вот, пожалуйста, у меня вот такой размер. То есть здесь уже есть определенные заготовки. Но вы можете работать и, так сказать, самостоятельно. То есть раздвинув эти стороны в свободном размере, немножечко вот так вот, да, вы можете их изменить, эти размеры. Можете восстановить до нормального состояния. Вот довожу эту рамочку до нормы и составляю ее, оставляю в таком виде. Нажимаю кнопку «Apply». Все, мой рисунок остался таким. Здесь я могу повернуть рисунок. Ну, например, мне нужно его развернуть в другую сторону. Видите, как быстро, легко это делается. Возвращаю в обратную сторону. Здесь базовые работы. Это высветление. В общем, композиции часто называют. Это контраст. Обращайте внимание на само изображение. Это еще дополнительные изменения, которые можно сделать, выходя, например, с черно-белой фотографией, на цветную фотографию, делать ее более яркой и так далее. Здесь вы можете изменить точно так же внешний вид изображения, сделав его таким размытым, как будто за стеклом. И можете сделать его очень четким, графическим. То есть это уже, так сказать, то, что вы считаете нужным, то вы и делаете. Дальше что вы можете сделать? Экспозиция меняется. Светлое, темное. Меняется, опять же, высветленность и так далее. Тут изменения определенные делаются. Внимательно просто просматривайте. И здесь вот мы можем с вами сделать определенные тени. Здесь уже мы можем работать с цветом. То есть мы можем работать с холодным цветом и теплым цветом. Вот холодный цвет у нас голубая палитра. Розовый цвет – это теплый палитр. И здесь у нас идет изменение, опять же, к малиновому и к синему. То есть вот, пожалуйста, здесь, опять же, вы можете скорректировать так изображение, как считаете нужным. Это работа уже конкретно с палитрой. То есть вот эта вот RGB цветность, есть такая палитра. И в этой палитре вы можете работать графиком. Есть такая линия определенная, изменение которой, вот в данном случае, все три цвета будут меняться. Вы зацепляете этот цвет, цепляете мышкой, левой кнопкой и меняете цветность. Пожалуйста, это вот в трех. Меняется одновременно, меняется сразу же палитра из трех цветов. Но если вы решили создавать свои изображения, например, в красной палитре, то вы просто выбираете красную. И вот, работая с красной, два противоположных цвета, теплый и холодный, работая с красным, вы можете изменить свою фотографию. То же самое вы можете сделать с зеленым. И то же самое вы можете сделать с голубым. Голубой, желтый. Вот такие вот цвета. Итак, оставляем все так, как есть. И решаем вопрос, если нам все нравится, мы все это закрепляем и оставляем в том виде, в котором мы будем продолжать дальше. А дальше мы с вами заходим вот сюда, в эффекты. Эффектов очень много. Здесь часть эффектов платная, помеченная вот этими алмазиками, как у нас и в прошлый раз мы смотрели. А часть эффектов уже с заготовками. Например, классические заготовки. Видите, они определенным образом называются. Вы просто просматриваете их. Вот, например, если вам нужно вот такое вот минимальное количество такой цветов, то вы выбираете вот таким образом. Вы можете немножечко поменять цветность, но именно в той палитре, которая здесь предлагается. Если вам понравилось изображение, вы кликаете кнопку на Apple. Если не понравилось, вы решили вернуться в обратное, то есть в предыдущее состояние, вы просто нажимаете «Cancel». То же самое вот здесь. Зимние такие изображения. То же самое вот здесь. Опять просматривайте внимательно. Я уже не буду показывать. Ну и так далее. То есть вы просто внимательно здесь посмотрите, походите. То, что вам понравилось. Например, более желтое изображение такое, более желтых тонах. Я оставляю так, как считаю нужным. Итак, это вторая кнопка на панели вертикального редактора. Третья кнопка. Это кнопка, опять же, платная, связанная с всевозможными эффектами, при элементарном моменте, завязанной на Photoshop. Вот это изменение размера. Мы его менять не будем, потому что мы уже его зафиксировали. Сейчас в каждой панели, с которой мы будем работать, маркер – это карандаш, или, иначе говоря, инструмент. Но я могу увеличить площадь этого инструмента, передвигая вот эту вот кнопочку. Обратите внимание, вот сюда, вот эта площадь инструмента, она меняется. Я могу ее уменьшить, сделаю более точечной. Вот она получается совсем тоненькая. И вот здесь я могу увеличить или уменьшить усилие этого карандаша. Что здесь мы можем сделать? Мы здесь можем подтереть некоторые высвеки, подтереть некоторые моменты, которые вам не нравятся. Я оставляю все как есть и перехожу к следующему. Ну, например, вот здесь вот давайте посмотрим. Здесь идет изменение ширины и толщины, да? То есть я могу немножко сделать девушку более стройной, а могу сделать девушку более полной. То есть вот это вот такая вот возможность изменения. Я кликаю «Cancel», оставляю такой, какая она есть. Клон. Давайте разберемся, что такое клон. Клон – это копирование детали, какой-либо детали, и перенос ее на другое место. Вот эта часть, как мы говорили с вами, инструмент. Мы ее просто увеличиваем до больших размеров. И у меня появляется вот такой инструмент, в который я попробую скопировать чашку. Я нажимаю плюсик, получаю чашку и пытаюсь ее перенести. Ну, давайте вот в это место ее перенесем. Вот она чашка. Так как немножко маленький диаметр круга, то, естественно, чашка у меня не получилась вся такая четкая, как хотелось бы. Теперь я делаю следующее. Я выбираю вот этот инструмент. На этом инструменте опять выбираю кусочек, опять же, там, где плюс, кусочек ткани и пытаюсь вот эту чашку закрыть. Видите, вот таким образом я могу с одного места убрать предмет и поставить его на другое место. Здесь мы можем с вами делать дополнения какие-либо. Ну, например, вот я беру этот карандаш, инструмент вот такого цвета и рисую определенную линию. Смотрите, я могу, так сказать, поменять цвет. Могу изменить какой-то кусок своего изображения, изменить цвет. Если мне показалось, что он очень бледный, я могу его сделать более ярким или вообще поменять цвет. Вот так вот, например, да? Значит, я убираю это. Это инструмент, который, наоборот, убирает какие-либо яркие пятна. То есть мы выбрали с вами вот такой размер нашего инструмента. Ну, давайте попробуем вот убрать вот это вот яркое такое пятнышко бирюзовое. Вот мы его стираем, проводя множество раз. И оно потихонечку будет уходить, это пятнышко. Возвращаем обратно все это, делаем ярким. Здесь надо просто очень внимательно и тщательно походить по вот этим вкладочкам и выбрать то, что вам больше по душе. Теперь переходим сюда. Это так называемые рамки. Заходим вот сюда, в эту рамочку. И здесь сразу же можем выбрать то край листа, который нам больше подходит. Ну, например, давайте мы выберем вот этот вот светлый край листа. Или наоборот, вот такой вот темный край листа. Вот такой вот. Или вот такой вот. Убираем это. Дальше идет у нас определенная рамка. Рамку мы можем выбрать. Здесь она у меня светленькая. Давайте мы увеличим. Да, норма. И я могу эту рамку покрасить. Сразу кликнув вот сюда вот на выбранный цвет. Тот цвет, который больше мне подходит, тот я и выбираю. Следующие рамки более такие декорированные. Вот они, такие рамки. Значит, здесь я выбираю рамку. Выбираю ее цвет. Вот таким образом она проявляется. В принципе, остальное все идет по аналогии. Здесь мы можем выбрать, ну, например, в виде киноленты сделать. Или можем сделать классический такой выбор. Например, вот в такой вот фотографии. В такой вот рамочке. Или вот в такой рамочке. Убираю. Здесь мы можем выбрать вот такие вот, в таком народном стиле, более такие женские, что ли, дамские. Такое оформление. Или сказочное оформление, можно сказать. Вот, например, посмотрите, вот такой вот горошек. Такое дамское оформление изображения. Закрываю. Здесь изображение с нижней части и верхней части. И здесь дополнительное изображение. Еще вот такие вот яркие всевозможные. То есть, пожалуйста, выбирайте то, которое вы пожелаете. Итак, с этим мы с вами закончили. Теперь идут стикеры. Стикеры очень похожи на те стикеры, которые мы смотрели с вами в предыдущем разделе дизайн. Ну, вот, например, завязанные стикеры на Новый год. Если вы хотите что-либо, какое-то поздравление сделать, вот, пожалуйста, это поздравление у вас будет... Вот так вот мы уберем. Это поздравление у вас будет вот таким вот образом находиться здесь. Я его тоже убираю. То есть, все за вами. Как вы хотите оформить свой рисунок, так и можете оформлять. Вот, пожалуйста, здесь опять что-то к Мэри Фрисмас. Ну, то же самое, что мы с вами смотрели. Ну, например, вот такие варежки. Вот эти варежки, пожалуйста, там где-то... Ну, какой-то значок такой новогодний вы запросто можете сделать. Ну и так далее. Я думаю, что вы здесь посмотрите. Вот, например, если вы что-то продаете, пожалуйста, вы можете сказать, что это вот такая вот продажа сейчас идет. И вы для вашего магазина вот только сегодня... Посмотрите, как хорошо можно вот одеть где-то вот такой роличок. А этот роличок будет показывать, что по сегодня у вас идет распродажа. Ну и так далее. Дальше. Следующий у нас – это текст. Текст мы делали на прошлом видео. Я думаю, что здесь он не вызовет у вас никакие затруднения. Возникает вот такая всплывающая планшетка, где вы можете выбрать цвет текста, вид текста, прозрачность его и так далее. И определить в определенном месте, в определенных слоях. Я повторяться здесь не буду. Здесь и так все понятно. Ну и если вы захотели все это сохранить, то вы это сохраняете. Здесь вы можете загрузить новую картинку. Здесь отменить предыдущие действия. Ну и так далее. То есть все, что так же, как мы с вами говорили и на прошлом занятии. То есть я сохраняю картинку, и я могу ее сохранить под любым именем, с любым качеством, в формате или в JPEG, или в PNG, или на компьютере, или в Dropbox, или прямо эту картинку распечатать. Вот такой очень простой, но очень эффективный редактор есть в Фаторе. Сейчас он очень актуален, потому что вы можете подготовить сейчас замечательные буквально открытки со своими изображениями своим друзьям, своим родственникам. Все зависит от вашего творческого подхода. Итак, с вами была Смирнова Ирина. Всего доброго. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok